Сегодня будет, мы сегодня с вами пройдемся по основам ведения бизнеса в интернет, то есть мы как бы сделаем те вопросы, которые до создания сайта, скажем так, предварительный вопрос. И начнем, то есть первая часть, которая будет у нас выполнена, это собственно определение сферы бизнеса, что такое бизнес, как работать и какие параметры, как оценивать туда ли мы идем, то ли сферу мы выбрали, как сферу выбирать, если она не выбрана, с одной стороны первый этап, то есть мы определимся, в какой сфере деятельности эффективно работать. Если вы уже работаете в этом, просто еще раз утвердиться в своем выборе, возможно найти более тонкую настройку, специализацию, то что позволит вам еще более точно выходить на вашу целевую аудиторию. Описание предложения и размещение предложений в интернет мы попробуем на примере одного предложения «Я», которое уже у нас заготовлено, сделать свои предложения и так, чтобы их использовать в дальнейшем в нашем же вебинаре. Дальше, когда будет подготовлено предложение, я покажу, как их размещать на присутствиях вовне и попрошу вас сделать то же самое. То есть мы будем не просто «я буду что-то показывать», а мы будем с вами работать. Работать так, чтобы вы могли после этого вебинар сказать, что я сделал то, чего раньше не делал, или сделал то, что раньше делал, но совершенно с другим подходом, более эффективно. Я немножко расскажу о психологии в бизнесе, как оценивать в соответствии с достаточно точными, четкими критериями, насколько они могут быть в психологии. Далее вы сможете задать вопросы, я на них отвечу. Можем экспертным советам, которые у нас есть участники вебинара, что-то подсказать, посмотреть правильно, неправильно, как воспринимается. То есть это всегда нужно, когда есть те или иные предложения, чтобы можно было их отработать на людях, скажем так, заинтересованных и понимающих вопросах. И коротко скажу, если кто не знает или не ввел раньше бизнесом, какие у нас условия по государственной регистрации, налоговое обложение, коротко, буквально освещу единый налог и, скажем так, буквально несколько подробностей, которые могут быть полезны в этой сфере. Итак, это проблемы с конкретным интернетом конкретного человека. К сожалению, ничем не сможем помочь. Дальше, поехали. Определение сферы бизнеса. Вот, скажем так, кто из вас задумался, что такое бизнес? Я думаю, что многие задумывались, но попробуем это описать коротко, на пальцах, причем желательно в числах, потому что бизнес без чисел – это так, творчество. Итак, бизнес, если по определению, деятельность направлена на получение прибыли, любой вид деятельности, приносящий доход или личные выгоды. Предпринимательская деятельность – это экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства или продажи и оказания услуг. По сути, в русском языке бизнес и предпринимательство – это синонимы. Что мы здесь видим? Прибыль, наказание услуг или продажа товаров, производство и продажа товаров. Систематически приносящие доход или другие личные выгоды. Это то, на что нужно ориентироваться. Если вы не получаете прибыль, это не бизнес. Поэтому при планировании бизнеса, при планировании цены, которую вы будете делать при планировании вложений, вы должны обязательно ориентироваться, что вы должны получать прибыль. Мы к этому перейдем дальше. Итак, что такое прибыль? Прибыль – это разница между доходом и расходом. То есть доход – то, сколько вы получаете за единицу, за количество пробных товаров, то есть цену на количество, простая формула. И расход – то, сколько вы ресурсов тратите на единицу времени. При этом обратите внимание, здесь имеется в виду не только деньги, но и ваше время, возможно, какие-то сырье или возможности, то есть любой расход. Как это считать? Тоже мы дальше, у нас будет определенная работа, скажем так, с электронной таблицей, вы попробуете просчитать, если у вас есть бизнес или тот бизнес, который вы планируете делать. Итак, задача бизнеса – две ключевых. Это производить и продавать. То есть вы должны производить то, что людям интересно, при этом производить так, чтобы при продаже отдача была у вас больше, чем то, что вы затрачиваете на этот вопрос. Значит, это не бизнес, это так, благотворительная деятельность. И, естественно, все осознанное вы должны продавать. При этом не принципиально. Это услуга или это товар, назовем это продукт, то есть то, что вы создали, вы можете оказать, потому что, чтобы оказать услугу, тоже к этому нужно готовиться. То есть производство услуг – это тоже производство, просто интеллектуальное, просто может быть эмоциональное, но это тоже производство. Бизнес. Что? Создать продукт, найти потенциальных покупателей, продать предлагаемый продукт. Создавать продукт мы сегодня не будем. Мы рассматривали это в прошлых вебинарах, можно посмотреть в записи. Коротко мы говорили про информационный, естественно, продукт. Но вот найти потенциальных покупателей, продать предлагаемый продукт, коротко мы рассмотрим, при этом мы рассмотрим абсолютно бесплатные вопросы, с которых их нужно начинать. Я считаю так, если вы, то, что вы, я сегодня расскажу, не сделано, нет смысла переходить на более сложный вопрос. Потому что это то, что нужно вложить час-два, и у вас будут постоянные клиенты. Я, например, ведя индивидуальное занятие, буквально сделал, ну, скажем, может быть, два вброса по три часа, может быть так, и, скажем, поток заказов не ослабевает в течение длительного времени. Это очень важно, иметь такой базовый такой базовый вброс. Итак, что же мы будем предлагать? Тут я прошу прощения сразу тех, кто уже занимается бизнесом, но все же, если вдруг кто-то не занимается бизнесом, кстати, хороший вопрос, давайте, если можно, в чате напишите, кто бизнесом занимается, пишем плюс, а кто не занимается, пишем минус, чтобы я как-то мог сегментировать работу, чтобы понимать, с кем мы общаемся. В общем, все же немного разный подход. Я тогда буду давать задания для тех, и для тех немножко разные. Так, минус, плюс... Если плюс, пишите какой. Так, 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 два из пяти не спим. Большая просьба не спать, активно написать. Так, ну хотя бы еще кто-нибудь напишет. Раз, два, три. Ладно, не получилось. Раз, два, заречь. Итак, что мы будем предлагать? Если это работа, неважно что. Бывают три типа работы. Квалифицированная, полуквалифицированная и неквалифицированная работа. Если вы руководитель, ну, это квалифицированная работа, и обратите внимание, что руководитель просто так не становится. Обычно это длительный этап подготовки. Я на что обращаю внимание? Людям, которые только начинают бизнес, им очень сложно определиться. Ну, и даже если ведет бизнес, обычно это не продумано, нужно четко понимать, на что вы можете рассчитывать. То есть, если вы полуквалифицированный специалист, вы должны идти как полуквалифицированный специалист, получать прибыль и постепенно увеличивать свою квалификацию. Естественно, нужно понять, что одно – это длительность вложений, второе – это доход. То есть, квалифицированная работа программиста, да, она стоит тысячи долларов, могут быть оплачены, но для этого нужно пять лет готовиться. Да, это востребовано. Такие задачи. Вот, если вы только начинаете, определитесь, пожалуйста, какого уровня у вас сейчас подготовка. И если вы планируете делать бизнес, то делайте бизнес в той сфере, где вы готовы. Потому что бизнес не требует, не терпится слагательного наклонения. Если вы не готовы, не беритесь. Беритесь за то, что вы готовы. Можете набирать тексты там на заказ, набирайте тексты. Тренируйтесь, потом почувствуете, что сможете продавать, начинайте продавать. Но никогда не беритесь за то, что вы реально не способны. Не то, что не умеете, да, там можно научиться, но не способны вам. Плохо вас плющит, вас колбасит, и вы не способны отвечать. То есть ключевое отвечать. Хорошо. Итак, как мы работаем? У меня большая просьба, я сейчас сброшу ссылочку на расчетный документ. Вот, и у меня большая просьба тоже поработать. Заходим, пожалуйста, сюда, там есть табличечка, да, и просто отметьте себя и напишите, да, что вы умеете, что хотели бы придавать и что у вас требовано. Если вы ведь делаете бизнес, просто напишите то, чем вы занимаетесь. С одной стороны, то, что вы предлагаете уже, а вот в графе, что бы хотели предлагать, это то, к чему вы хотите прийти в итоге. Давайте две буквально минутки заполнятся, чтобы мы как-то с реальными вопросами работали, и вы как-то и голову, и руки соединили в этом вопросе. так, просьба, пишем, пишем, пишем. Ну, как только кто-то что-то напишет, я смогу это немножко прокомментировать, там, задать вопросы. Ну, или давайте у нас тут, кто, Татьяна, да, вначале писала. Может быть, будет интересно, да, у нас есть. Татьяна присутствует на вебинаре, у нее интернет-магазин одежды. То есть здесь ключевым момент какой, что вы умеете предлагать, в данном случае одежда. Но, что бы вы хотели. Если вы планируете просто делать интернет-магазин, то здесь нужно понять, что с одной стороны, просто продажи – это хорошо раскрутить конкретные товары по ключевым запросам, чтобы у него выходили в топ, это да. Но более важно, скажем так, это формировать сообщество. Ну, так коротко говорю. И вам нужно будет сначала единичные продажи. Сегодня, я надеюсь, вам тоже будет интересно размещать их в тех ресурсах, которые я освещу. И это даст вам продажи дополнительные. С одной стороны, начать продавать, а с другой стороны, и с теми, кто уже купил, уже работать определенным образом, формировать сообщество. Итак, поехали. Есть у нас что-то. Проектирование водоснабжения, отопление водоснабжения. Что бы хотели предлагать? Ага, и работа с сайтами, это едино. Что будете предлагать? Интернет-магазин. Так, одежда есть. Угу. Угу. Так, ну, у нас тут пять вроде присутствуют. Большая просьба все отметиться, так что не зря. Не зря, собственно, открывали этот документ. А, вот, да, класс. Вот у Татьяны вот есть эта динамика. То есть сначала мы просто продаем одежду, это продажи, а дальше продвигать бренд, это непосредственно уже маркетинг, то есть более-менее полноценный. Вот, ну, Елизавета, поделиться то, что вы знаете, давайте, ну, мы сейчас разберемся. Так, давайте еще минутку на заполнение и пойдем. Ага, вот электронные услуги. Угу. То есть вы знаете, электронные и хотите заниматься продажей соответствующей ПО. Очень классная тема. Ага, вот, да, Елизавета определилась. Это хорошо. Так, ну, доопределяемся, что будем предлагать. Смотрите, дальше мы идем, что пользуется спросом. Сейчас я не буду просить вас глубоко изучать этот вопрос, я лишь только расскажу инструмент соответствующий, вернее, я его сброшу вам в чат. Мы не будем на нем останавливаться, потому что мы буквально в трех вебинарах до этого рассматривали поиск, подбор ключевых слов. Что это за сервис? Такой же есть и в Гугле. Вы вводите запрос, там, одежда, дизайнерская одежда, неважно, и видите, какое количество запросов есть по этому запросу. То есть, по сути, вы понимаете, что люди ищут. То есть, если они ищут то, что вы предлагаете, значит, спрос есть. Возможно, он не так называется, как вы это формулируете, но спрос есть. Сразу в Яндекс, потому что у него хорошо реализована русская семантика. Только из-за этого. Он дает аналогичный запрос, и Гугл этого не делает. Вот. Для начинать лучше с Яндекса, он просто понятнее. Гугл чуть-чуть сложнее для восприятия, поэтому дал ссылку на Яндекс. Это так, чтобы не было там каких-то националистических вопросов. Вот. Мы говорим про технологии тут. Так. Значит, что пользуется спросом, это выгрузиться на самостоятельном. Вы аналитически, экспертно тоже предложили, да, создание сетов, программирование. Это, в принципе, понятно. Но это нужно быть самостоятельно уточнить. То есть, сопоставить шаги 1 и 2 и найти соответствие. Ну, вот вы предложили, да, электронный сервис, дизайнерская одежда, то, что вы будете предлагать. Дальше. Шаг номер 4. Нужно создать прототип, определиться, сколько ресурсов требуется для создания Яндекса. Что я имею в виду? Например, вы, ну, по вашим примерам пройдемся. Интернет-магазин. Стандартный интернет-магазин. Сколько у вас потратится времени на его создание? Сколько вы заплатите контрагентам, то есть, людям, которые вы будете оплачивать, там, туристовую услугу дизайнерам, верстальщикам. Вы должны понимать, сколько будет стоить средний магазин, например, средний, да, на 300 товаров с такими-то платежными системами. Вот. Зная это, да, сколько стоит, например, 300 долларов, а вы затрачиваете на его изготовление 150. То есть, у вас одна продажа, это 150 долларов, но при этом вы делаете один магазин в неделю. Один магазин в неделю. Ага, значит, у вас нужно заказов, один заказ в неделю. Тогда вы можете рассчитать свой доход в течение определенного времени. Так, понятно, надеюсь, это, хотя я думаю, что сразу непонятно, это цифры, но начнем пробовать. Если будет вопрос, задавайте, можно писать и после вебинара. Да, но это очень важный вопрос. Если у вас в голове четко сформулировано, сколько стоит товар, который вы продвигаете, сколько вы на это тратите время, вы четко понимаете, сколько вы можете предложить, тогда вы можете поставить задачу маркетингу, да, сколько вам нужно заказов. Потому что в маркетинге очень большая сложность иногда бывает. Как попасть, да, много клиентов притянешь, не обслуживаешь, мало клиентов притянешь, не заработаешь. То есть здесь должна быть четкая связь. Первое, сколько можем производить, второе, соответственно, как продать то, что мы произвели. Вот. И для этого попробуем, перейдите, пожалуйста, на вкладку расчеты, расчеты и пропишите, пожалуйста, то есть что вы предлагаете. Пусть это будет одна услуга. И давайте, то есть мы прописываем, да, там есть вкладка расчета в этом же документе, вторая. И пропишите, то есть что вы предлагаете, конкретный продукт, то есть это не просто дизайнерские одежды, например, там джемперов такого-то специалиста, ну, например, так. То есть будет максимально конкретно. Электронный сервис там и название. Вот. То есть чтобы это был реальный расчет. Ну, большая просьба не пересекаться. То есть кто занял уже линеечку, не пишите на этой же линеечке. Да. Да, просьба вносим. Это очень важно. Вы просто увидите, ну, такая небольшая магия чисел. Один раз прописав один товар, вы поймете, во-первых, как это делается, а во-вторых, вам понадобится, вам проще будет делать это в будущем. Так. Ну, так непонятно. Пробуем, пишем. Я пока объясняю, что здесь и как. Допустим, у нас, вот я привожу примеры, индивидуальный урок. На подготовку, если можно без часы, просто, просто в числах, чтобы формула прошла там. Ну, но с формулой. Ваше время. То есть сколько мне нужно, например, чтобы подготовиться, провести к занятию? Полтора часа к часовому занятию. Сколько там можно заплатить за аренду? Нужно заплатить там 10 гривен в час. Сколько цена занятия, за сколько я продаю занятия? За 160 гривен. Ага. Сколько возможности выпуска в день. Ну, максимум два занятия могу провести, больше не могу. Соответственно, он посчитает возможную прибыль, соответственно. Сам, ну, возможности выпуска напишите, да. Это, собственно, цена, умноженная на возможности выпуска. Минус затраты. Вот. Ваша оплата в час, то есть сколько вы получаете, и из этого будет понятна ваша чистая прибыль. Таким образом вы поймете, да, что продавая такой объем продаж, вы можете получить такую-то прибыль, да, при определенной зарплате. Обратите внимание, что зарплату нужно определять четко в час. Ну, например, вы один, понятно, что вы сами себе типа зарплату не платите, но если вы не фиксируете четко свою зарплату, вы, ну, вас будет носить. А если вы знаете, что вы поставили себе 80 гривен в час, даже если вы не заработали их, это значит, что у вас отрицательная прибыль. Но зарплата четкая. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы со временем на ваше место пригласить другого специалиста, заплатить ему эти деньги и уже заниматься управлением. Это большая головная боль у большинства начинающих бизнесменов, когда начинаешь делать, делаешь, 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 язык на плече, что делать непонятно, потому что сколько ты платишь непонятно, можно нанять сюда человека непонятно, уже могли бы и передать, а у вас это не сформировано, нет ни калькуляции, ни в голове. Если вы сразу закладываете эту цифру, то вам намного будет проще расширяться. Есть. Надеюсь, это понятно, да, вот сколько произведений составили план к маркетингу. Ну, допустим, у меня вот там, о, да, у нас появился. Допустим, нужно продать одну кожаную куртку в день. О, значит, чтобы продать одну кожаную куртку в день, мне нужно, что нужно, мы дойдем, то есть нужно разместить информацию на определенном количестве ресурсов, чтобы увидели, скажем, 100 человек, из 100 человек 10 заинтересуются, из 10 1 купят. Ну, это называется воронка продаж. Соответственно, например, у вас переходы по 10%. То есть вы понимаете, ага, примерно так. Вы заложили, сделали 10%, 10% переходов, сделали так, чтобы вашу рекламу увидела 100 человек, и в среднем у вас идет одна продажа. Если там коэффициенты ниже, то вам нужно будет больше, чтобы люди увидели вашу рекламу. То есть таким образом вы можете регулировать количество продаж. Начинающих бизнесменов это полная такая какая-то фантастика, сказка, волшебство, как же у меня будет продавать. Очень просто. Есть алгоритм продаж. Чем больше людей видят, тем больше интересуются. То есть какая-то часть из тех, кто видит, соответственно, обращаются к вам. Чем лучше вы менеджер, тем больше из тех, кто вам обратился, продают. Ну, например, в хорошем варианте, если эта услуга качественная, то средний процент продажи 50-60%. То есть если уже позвонили, то половина закажет. То есть хороший менеджер. Объясню, как у нас связывать производство и маркетинг. Определили, сколько можем продать, сколько можем создать, столько нужно продавать. Теперь поехали по базам маркетинга. Что нам нужно? Мы сейчас пройдемся очень коротко, можно сказать, немножко примитивно, но поверьте мне, что если вы сделаете это хотя бы для одного товара, вы поймете, как это делать для всех. Если вы сделаете для всех товаров эту схему, на себя вы точно заработаете. То есть я еще не видел человека, который качественно подходил к этому вопросу и не получал продаж. Если у вас такая ситуация будет, напишите, пожалуйста, мне самому интересно. Первое. Название товара и техническое описание. Куртка кожаная, там, производитель такой-то. Для чего это нужно? Чтобы вы сформировали у себя в сознании, а мы чуть-чуть дальше посмотрим, как работает наше сознание, чтобы качественно выполнять эти задачи. Чтобы вы сформировали то, от чего отталкиваться. Почему? Маркетинг – это такая штука, которая должна заинтересовывать. Но она должна заинтересовывать правдой. А если вы захотите заинтересовывать, но про правду не помните, вы такую ерунду начинаете молоть. Ну, любой человек. Вы хотите, чтобы вас купили там и так далее, и так далее, а потом человек, а вы же не говорили первое, второе, третье, этого нет. А как? Забыли про то, что реально. Поэтому сначала формируем правду, а потом акцентируем на сильных сторонах. Не по-другому. Не пропускайте. Это важно. Сначала понимаем, что за товар мы продвигаем, а потом делаем для него тексты. Дальше. Куда мы будем размещать список? Я покажу, куда можно размещать бесплатно. Размещаем тоже, покажу, как это делается. Учет-контроль показывать не буду. Надеюсь, сами справитесь. Если нет, то разберем в следующем вебинаре. Мы, скорее всего, не успеем. Итак, поехали. Вернемся. Поэтому переходим на следующую вкладку «Информация». И то, что я только что описал, есть возможность написать. То есть, что предлагаете? Кто подключился, там чуть позже, есть ссылка. Надеюсь, я еще раз ее сброшу. Можно по ней зайти и поработать вместе с нами. То есть, что предлагаете? Куртка кожаная, да? Там техническое описание. Размеры, качество, производитель. Четко. Дальше. Может быть, куртка кожаная, может, там особое, качественное дизайнерское изделие. Второе, да, к чему идет? Описание предложений. То есть, написать так, чтобы этой курткой заинтересовались. То есть, будет носиться вечно. Там супер качество. Еще, еще, еще. Это уже маркетинг. Нужно подумать, как это сформировать. Цена, контакты, категория, к чему это относится, там текстиль, там еще. И ключевые слова. Нам эта заготовка нужна будет для размещения на ресурсах. Так. Пока идет заполнение. Также, если есть вопросы, пожалуйста, задайте их в чат. Ну, чтобы мы могли ответить, ну, если есть вопросы или что-то непонятно. То есть, сейчас давайте, три минуты, кто работает, заполняем форму. Кто, в общем, просто слушает, если есть, задайте вопросы, я на них отвечу, чтобы тоже более-менее понятно было и интересно. Вот. Ну, или напишите отзыв, понятно, непонятно, интересно, неинтересно. Может, там все знали. Или еще как-то. Пожалуйста, обратную связь дайте. Так. Ну, то, хорошо. Да, это интересно и понятно. Дальше нужно делать, чтобы это работало. вам. Так. А у нас там, кто хотел ставить, вот у нас по графическому дизайну, по работе с сайтами, не хотите проработать, попробовать ветеринарные услуги, буквально коротко, напишите информацию, что это будет, чтобы вам было сейчас, что размещать, чтобы потом это выдумывать на ходу. Напишите, что цифра и цена. Это же не сложно написать, но это, возможно, вам принесет еще одного клиента. Какой хороший бизнесмен откажется от хорошего клиента. Да, да. Качество хорошего бизнесмена – это активность. Он всегда использует возможность еще больше заработать. Хорошо. Давайте, мы сейчас пока работаем, кто работает. Я коротко перейду к психологии. Под мой аккомпанемент выполните предыдущее задание, так чтобы вам было что копировать. Итак, психология в бизнесе. На что я рекомендую опираться? Это, скажем, с моей точки зрения, самые основательные теории. При этом они, ну скажем, с помощью них можно описывать практически любую модель и давать ту или иную обратную связь. То есть какие-то есть уровни, по ним можно оценивать. Не только правы вы или нет, а насколько правы и какой следующий ответ. Первое – это когнитивная нагрузка. То есть о чем идет речь? Это то, что человек, у него есть ресурс мысли. То есть если у человека этот ресурс превышать, он не сможет там выполнять действия. То есть если вы его загрузили информацией, пусть даже он хотел это слушать, но он не способен эту информацию обработать, он не способен будет принять решение. Как с этим необходимо работать? Первое, что очень важно, то есть вот видите слева когнитивный барьер. Это то, что человека может выбить. То есть первое. Человек должен понимать, сколько шагов он должен предпринять для получения результата. То есть, например, да, это сложный продукт, допустим, там было программное обеспечение ветеринарное. То есть что нужно? Нужно человеку четко показать, ага, вы хотите ветеринарное программное обеспечение. Для этого мы должны составить тех заданий, согласовать с вами, с нами, утвердить. Далее мы поставляем вам программу, далее вы вносите вашу информацию в базу данных, далее мы обучаем там ваших специалистов, вы работаете. То есть любому человеку нужно показать алгоритм, то есть шаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При этом, это первое. Если вы покажете, всегда намного проще. Не пойди туда, не зная куда, ага, я знаю, ага. Чтобы купить кожаную куртку, нужно, например, в интернете, тоже шли. Это тоже нужно показывать, между прочим, потому что здесь тоже непонятно. Первое. Вы обращайтесь в наш магазин, с вами связывается менеджер, мы уточняем свои подробности, далее мы высылаем вам куртку наложенным платежом, вы приходите на почту или на новую почту, оплачиваете, забираете свою куртку, деньги приходят к нам. Вот. Схема. Человеку понятно, да, нормально, я ничего не теряю, я ничем не рискую, вот она куртка, я за нее заплатил, все в порядке. Если такого алгоритма нет, у вас не будет покупать. Первое. Второе. Воспринимаемая длина шага. Шаги нужно распределять на небольшие промежутки. Например, с тем же программным обеспечением. Если вы говорите, вот сначала мы поставляем вам программное обеспечение, а далее вы самостоятельно наполняете базу и это занимает три месяца. И тут у всех руки опускаются. Огромный, огромный шаг. Это из моего опыта, просто делали мы как? Мы говорим, сразу три месяца вы ждать не будете. Давайте мы сейчас заполним основную базу, с которой вы постоянно работаете, это вам две недели и вы купите простую версию. А потом мы ее обновим до профессиональной. Вот так покупали и так обычно очень часто люди на это идут. Когда длина шага не очень большая. То есть он сделал, попробовал, утвердился, все в порядке, делает следующий шаг. И таким образом вы должны прописывать эти шаги. Чем хорошо сегодня? Что мы будем проходить? Вот там русские объявления, подобные вещи. Шаг очень короткий. Не нужно много думать. Нажал кнопочку, связался, заказал, прислали. Все понятно и это работает. Это понятные шаги, небольшая длина шага. То есть по длительности, ну естественно трудность. Там я, вы должны собрать 10 человек аудитории, чтобы получить там. Это очень сложно, например, если вы бизнес-тренер, например. А если вы, понимаете, мы, вы превышаете одного человека, да, проходите обучение трех, проходите обучение пяти, семей и так далее. Ага, то есть меня каждый раз будут обучать, я буду повышать свой уровень. Да, это реально. Я не воспринимаю это трудным. Это то, что может вас выбить. Это первое. Дальше когнитивная нагрузка. То, что нужно понимать, что чем, что здесь написано. Если у человека много вариантов, это нагрузка. То есть если один вариант или два варианта, это, скажем так, один балл, да, если это пять вариантов, это три балла, если это двадцать вариантов, это там десять баллов. Поэтому если вы предлагаете что-то человеку, предлагайте что-то одно-два. Не предлагайте ему кучу вариантов. Сами примите решение, что для вас хорошо вот это или вот это. Дайте ему возможность выбрать. Ведь там лучше, если он выбирает не из того, что купить у вас или у конкурента, а только лишь купить у вас. Но лучше или там или дороже или дешевле. Поэтому давайте человеку небольшой выбор, но его давайте. То есть чтобы он все-таки был нагружен. То есть вы можете купить там куртку простую и куртку с наворотами. Если просто скажете куртку, он пойдет искать еще где-то. А если скажете две куртки, простая с наворотами. Все, выбирай. Есть выбор, есть нагрузка. Поехали. Дальше. Количество мыслительной работы. Что это означает? Не нужно предоставлять человеку, если это продажи, слишком много возможностей думать. Это время, это нагрузка. У него не будет столько времени на выполнение этой работы. Что можно посчитать за человека? Посчитать и за человека. А ему дайте возможность выбирать. Это сложно и так. И поверьте мне, это непросто. А если вы подготовитесь, то получите результат. Вот это, кстати, тот момент, который может помочь именно сокращение количества мыслительной работы начинающим интернет-магазинам. Большие магазины не парятся по поводу упрощения дел. Абсолютно. Им все равно у них уже идет. А если вы начинаете через интернет-магазин, чем вы будете брать? Вот этим можно брать. Вы сами продумываете ответы на ключевые вопросы, которые интересуют людей и предлагаете им. Ну, например, вы молодая мама, что вам нужно? И вы раскладываете это какие-то памперсы, еще что-то, еще что-то. Мама заходит, вот так у меня, что-то все понятно. Я вот нажала кнопочку, заказал. Если она будет сама составлять, она никогда до этого не дойдет. Поэтому старайтесь думать за потребителя. Но не в смысле вместо него, а в смысле то, что он будет и так делать. Будет делать все ваши потребители. Зачем? Предоставьте эту услугу, сэкономьте их время. Они тогда вас отблагодарят. Если вы заходите в магазин, ну, хороший, знаете, продавец, он говорит, слушай, тебе нужен, обычно такой человек, слушай, тебе нужно вот это, вот это я знаю. Так, хороший интернет-магазин сразу помогает человеку определиться, что же ему реально нужно, что ему полезно. Тогда этот интернет-магазин будет уважать, в том числе, за проведенную аналитическую работу. Это ваше вложение в развитие вашего магазина. Иначе, чем вы будете брать? Реклама, это дорого, все продают и делают рекламу. Качественных материалов, вот это и есть качественные материалы. Вы будете понимать сферу, тогда вы будете понимать, какой должен быть дизайн, какая должна быть информация и так далее. Путаница и выбор. Вот если все налеплено в магазине, это капец, он не будет работать. Сделайте четкие иерархические линии, понятные коллекции, причем лучше идти не брендов, а вот потребности человека или две делать иерархии, одно бренды и второе потребности человека, чтобы было понятно и четко. Пусть это смотрится просто, но это вызывает уважение, если понятно, что у вас. Если непонятно, люди будут уходить. Поэтому точность и конкретность. Так, вроде я писал. Если есть вопросы, задавайте здесь. Так, мы заодно посмотрим, что там у нас. О, у нас уже пошло какое-то дело, будет с чем поработать. Это хорошо. Спасибо, кто работает в Excel. Так, и второй вопрос, который нужно осветить по психологии, это пирамида потребностей. Обратите внимание, это пирамида потребностей масла. То есть, в принципе, она соответствует уровню развития человека. В каком смысле? То есть, первое, что мы закрываем, это физиологическая потребность. То есть, если вы умрете с голоду, вам все равно грабят вас или нет. Ну, я так грубо говорю. Поэтому первое, что человеку нужно, это жилье, еда. Пока он не наелся и у него нет жилья, когда он не будет думать о безопасности или еще о чем-то, или потребности в любви. Пока нет базовых потребностей, то он не будет раскрывать следующие уровни. То есть, такие вещи, как, например, фотосессия, то есть, это уважение и признание. Опять же, люди, которые ходят на фотосессии, скорее всего, они сытые, они в той или иной степени в безопасности, у них все нормально с взаимоотношениями. И тогда, да, они будут как-то в признании, вот смотри, я тут такой классный и так далее, или, смотри, какую потребность они будут закрывать. Для чего это нужно? Понимаете, тут суть какая? Физиологические потребности, вот там хлеб, там еда, гречка, они должны быть по минимальной цене. Там не за что продавать, но какая вам разница, это гламурная гречка или не гламурная? Все равно, вы не продадите, тут четко, вот гречка, она должна быть качественной, вот такой. Ну, там какие-то колебания могут быть, там, скажем, рассыпчатая, не рассыпчатая, ну, немножко. Но вот нижний уровень, тут четко за счет объемов, качественной и понятности. Чем поднимаясь выше, здесь есть возможность для пиара, для создания атмосферы, для объяснения, то есть здесь больше духовной составляющей, чем материальной. Это для составления ваших объявлений, такой рекомендации. То есть, если вы создаете товар такой вот, ну, как фотосессия, например, фотосессия, фотосессия, это должно быть красиво, элегантно, то есть нужно вкладываться. Потому что, ну, фотосессия, она и в Африке фотосессия, она будет ходить только на те фотосессии, которые хорошо представлены, где хорошие там фотографы. Я думаю, это каждый понимает. А если это гречка, это должна быть гречка, она просто должна продаваться по соответствующей цене. Вот. То есть, чем выше уровень предложения, который удовлетворяет ваше предложение, тем, во-первых, он может быть дороже, во-вторых, на соответствующую потребность вы должны ориентироваться и соответствующим образом писать. Так. Вопрос, да, поднятили магазин. По магазину, да, я сбросил, чтобы могли все посмотреть и, если хотите, тоже можно высказаться. Что здесь? Что интересного? Что так себе? Вот. Понятно, да, вот, что есть какие-то блузки, да, они могут быть даже заинтересоваться. У вас есть группа в Фейсбуке, это хорошо. Что, ну, скажем так, непонятно, да, вот, New Collection, бесплатная а что это? Вот. Где-то должна быть кнопочка понять, а что это? Или напишите большими буквами вот вверху, что это? Дизайнерская одежда, да, там еще там фирменный бутик, ну, вот, ДТСТАД, стадная, да. Это, наверное, важное имя дизайнера, но не все же его знают. Поэтому дайте ключевые фразы, да, бутик дизайнерской одежды такого-то модели. О, сразу понятно, оп, сразу ложится. Это одно, чего непонятно. Вот, интересно, непонятно, например, почему непроработанный дизайн материалов. Вот у вас на странице товара через два Enter, то есть это значит, что никто не утруждал себя оформлением страницы. Просто вкинули и все. Это неприятно. Хотелось бы более подробно проработанной структуры информации о товаре. Вот. Не просто в описании, а вот в категории, да, тут описание, там, возможно, изменить, вот, я так понимаю, это не дешевые товары, да, вот 1200, да, 1500. Хотелось бы более проработанной страницей, более качественной подачи информации. Хотя сам движок очень классный, мне нравится. Интересный, да, вот, какие-то советы есть, какой размер выбрать. Вот. Если у кого-то есть инф... Вот видите, тоже посоветовали, что... Да, менюшка, абсолютно согласен, нужна больше контакта, карта сайта, но более подробности. Хотелось бы больше информации, за что я буду платить полторушку. Хотя я вижу, что товары классные, товары красивые, действительно очень красивые. Очень красивый товар. Так, давайте мы перейдем к выполненному заданию. Так, у нас есть сапфировая элегантная гуля, подчеркивает ваша индивидуальность. Классно. Классно. Заголовок понятно. Работа с фото... Единственное, чтобы там прописывание описания, да, подготовка текстов это лучше назвать. Цена, там, в долларах, наверное, да, наполнение сайта с нуля. Или это же наполнение сайта, то есть тоже непонятно, чего вы предлагаете. Наполнение, да, пропишите тоже в заголовке. Вот. Хорошо. Следующий блок нашей работы – это размещение предложений в интернете. И кто успевает, пожалуйста, повторяйте. Кто нет – смотрим. Но я вас очень прошу, обязательно сделать это хотя бы раз. А лучше возьмите дома список всех ненужных вещей и разместите их на OLX. Вы получите какую-то денежку, кто получит востребованные вещи, и у вас не будет дома хлама. Такое развитие в обществе начнется. Шутка, не шутка, но это действительно так. Первое – это доска объявления OLX-UA. Реально работающий инструмент. Я, если что, покупаю, захожу сюда, смотрю. И так делают очень многие. Действительно, продать можно все, что угодно. Очень рекомендую. И действительно, продаются, звонят там. Много раз подавало через этот каталог. То есть, что? Подать объявление. Мы берем, копируем наш заголовок. Вставляем его в открывшуюся страницу. выбираем рубрику. У нас не так много времени осталось, что у нас ответные вопросы в конце были. Мы сейчас просто пролистаем, просмотрим. Появилась рубрика. Выбираем, от кого мы. Копируем описание. Вставляем там заготовленную картиночку. Вставляем информацию о себе. Нажимаем опубликовать. Все. Наша информация опубликована. Если вы первый раз, вам придет на почту уведомление. Да, вот активируйте объявление. Нажимаем активировать. Если первый раз попросит зарегистрироваться. Вводим пароль. Все. Дальше там придет информация об аккаунте. Активировали аккаунт. Все. И дальше все. Ваша информация там размещена. Люди могут заходить, смотреть. То есть, вы то, что вы продаете, вы продаете. Так, это первое. Да, вот так будет выглядеть ваш внутренний офис сервиса рекламных объявлений. Это первый этап. У меня большая просьба. Напишите плюс-минус, кто пользовался сервисом OLX, чтобы было понятно. Ну, практически все пользовались. А кто пользуется постоянно? Да. Постоянно. Ну, понимаете ли, что это первое, с чего нужно начинать любой бизнес. Если есть разовое предложение, грузите на OLX. Отлично. Это я думаю, что у каждого, если кто размещает, это в продаже. Соответственно, у вас пошли продажи, пошла какая-то денежка. Можно развиваться. Следующий этап это промей. Что здесь? Опять же, регистрируемся. Добавляем позицию. Все точно так же. Ну, только здесь можно там до 10 товаров бесплатно разместить. Вставляем там описание, вставляем цену, категорию, ключевые слова. Публикуем. Так он выглядит. И здесь нам нужно там еще разместим, добавим фото. Все. Вот так выглядит наш магазин. Почему промей? Что это такое? Зачем нужно? И как равно как OLX. Если вы сделаете запрос, поиск по вашему товару, там, кожаной куртке, не важно что, программное обеспечение, вы увидите три типа записей. Первая запись – это ваши конкуренты потенциальные, которые предлагают что-то аналогичное. Вторая запись – это информация та или иная по теме. И третья – такие бизнес-каталоги. Первые никак не используешь, вторые никак не используешь, а третьи можно использовать. При этом обратите внимание, ваша информация на ваш будет показана в топе. Даже если, скажем, не ваша, но человек заходит на каталог, если он глубоко ищет, он вас найдет. То есть, как минимум 10% потока зайдет на вас. А это очень важно, чтобы вас хоть кто-то находил. То есть, если кто-то глубоко ищет, например, у вас какие-то уникальные показатели, но нет денег на рекламу большую, вас найдут и купят, если ваш товар действительно уникален и кому-то нужен. Ну и третье, что имеет смысл делать сразу бесплатно – создавать группу ВКонтакте. Я сейчас покажу просто мероприятие, а то я продаю услугу, дам вебинар следующий, который будет через две недели по программированию. Просто как пример. Точно так же вы создаете группу, туда размещаете свои товары и приглашаете людей в группу, люди смотрят и обращаются к вам. Тоже эффективно работает. Просто в этом нужно вкладывать каждый день. Это будет работа. Чуть-чуть остановлюсь. Работа до тех пор, пока вы не обеспечите стабильное количество заказов какое-то. Одно. И второе – пока вы не сможете удерживать аудиторию вокруг себя. Вот первое. Первые люди. А дальше уже по контактам. Если вы хорошее что-то продаете, то вы удерживаете аудиторию вокруг себя и уже часть заказов идет из вашей же аудитории. То есть это следующий уровень, скажем так. Ну а пока этого нет, нужно работать, работать, работать. И где-то через месяц, через два вы почувствуете, что заказы пошли. Приятно. Когда пошли заказы, вы уже можете выделять деньги на рекламу, на контекст, на продвижение. Но это потом. Это риск. А нам сейчас нужно без рисков, бесплатно, просто на вашем время. Ну что тут? Создаем обычно, да, это группы. Есть, да, тут события. Вот группы. Создаем группу, выбираем мероприятие. Не все показал, что должно быть. Наполняем информацию, определяем дату. Например, это будет презентация кожаных курток. Если вы продаете какие-то куртки, да, создаете события, где вы будете представлять всем посетителям данного вебинара и будете рассказывать о куртке, там 10%. То есть так можно продвигать мероприятиями свои товары. И вам будет интересно, вы будете выговариваться, неважно пришли к вам или нет, или там даже немного придет, вы будете понимать, о чем идет речь. Да, то есть это мероприятие, это очень хорошо, вы концентрируетесь под конкретные события. Ну и люди будут слушать, вы будете на них влиять, будет интересно. Выставляем там время, сохраняем, получаем события, делаем изображение, рассказываем друзьям, как минимум на своих друзей. Одна из методик продвижения, вы находите людям, которые интересно, добавляетесь в друзья, и дальше уже через уже и друзьям, и друзьям можно рассылать предложения. И дальше рассылаете те или иные предложения. Вот. Аналогично Facebook, аналогично портал, например, это trm.com.ua, для чего я написал. Следующий этап, и это можно посмотреть, вот последняя вкладка ресурсы. Какие-то будут основные, которые универсальные для всех. OLX, Пром, Укрбизнес.ua, Facebook, ВКонтакте. И специальные, которые в данном случае я брал для образования. Там тренинговый портал, портал работы, там есть раздел тренинги, портал репетиторство, портал высший пал. Вы можете прописать вот эти вот ресурсы и уже размещаться на них. То есть это очень важно найти места, где вы можете продвигаться, опять же, бесплатно или за минимальную стоимость. То есть мы что сделали за сегодня? Сформировали предложение, сформировали, куда его можно продвигать. Ну и собственно показали, как это делается. Это даст вам первые заказы. На них натренируетесь, пойдете дальше. Пойдут доходы, будете вкладывать там в развитие сайта, в рекламу и так далее. И так шаг за шагом растить свои доходы. Аналитика. Всегда нужно подводить итоги, то есть сколько людей зашло, сколько позвонило, сколько заказало. Опять же, есть принцип воронка продаж, можете поискать в интернете, можно посмотреть наши предыдущие вебинары. То есть, как я уже сказал, количество людей, заинтересовавшиеся, посмотревшие ваше предложение, заинтересовавшиеся и сделавшие заказ. То есть, отношение первых ко вторым, вторых к третьим. Это процент, который нужно контролировать. Первый говорит, насколько качественно у вас предложение, ну вот первый спич, да, ваше объявление, насколько понятное и заинтересовывающее. А также, насколько вы попали в свою целевую аудиторию. То есть, вот та категория, куда вы дали объявление, там вообще вас ищут или нет. То есть, да, это качество рекламных материалов. Второе – это качественная работа менеджера и качество товара. То есть, если человеку позвонили, хороший менеджер доведет большую часть сделок. То есть, нужно тренироваться, если у вас люди уходят, вы их там теряете, то есть, нужно тренировать качественно менеджера. Это если второе отношение к третьему падает. Вот. То есть, нужно проводить аналитику. То, что я сказал, да. Интерес, запрос информации, заказ. Это три этапа в любую продажу. Даже в личной жизни. Разрешите познакомиться, дайте телефон. Приглашаю в кино. Ну и дальше уже более серьезные предложения. Google Analytics – это если у вас есть сайт, тоже имеет замыслим с ним работать. И коротко, буквально, о регистрации бизнеса и о том, как же, как говорится, не пролететь. Чтобы зарегистрироваться, что нужно? Первое – вы подаете документы в единую регистрационную палату. Это в каждом регионе своя. Вот. Просто адрес вбиваете, в поисковике находите. То есть, вы дойдете там паспорт, код и выбранные КПД. То есть, виды экономической деятельности, коды видов экономической деятельности. Чем вы хотите заниматься? При этом, по секрету скажу, эта информация редко где можно взять. Если вы хотите точно попросить КПД, то нужно делать запрос в региональное управление статистики. Вы описываете им свою деятельность, делаете запрос, и они вам дают ответ, что ваша деятельность соответствует такому-то КПДу. Ну, это вот совсем супер-супер легально. Если, ну, вы примерно в целом понимаете, как это, то можно советоваться с теми консультантами. Вот. Дальше эта информация, ну, где-то в каких-то регионах сразу попадает, какие-то нужно нанести. Вас зарегистрировали, попадает в налоговую, то есть, в фискальную службу. Уже там вам вы даете заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, то есть, единый налог, и уже платите налоги в соответствии с отчетностью. Имеет смысл, ну, сейчас налогообложение у нас какое, если вы частное лицо предприниматель, физическое лицо предприниматель, единый налог. То есть, обязательно мы платим ESV 422, 65 в месяц и единый налог. При этом, если вторая группа – это фиксированная ставка 243 гривны, и если это третья группа, то это 4% от оборота. То есть, если вас низкие обороты, там меньше, да, что там, 4, там, меньше 4 тысяч, да, меньше 5 тысяч, то выгоднее быть на третьей группе, а не фиксированно ставить. Да, но многие скажут, как это, 600 гривен отдавать? Да, сразу 600 гривен отдавать, да, то есть, у вас какой-то должен быть оборот. Для того, чтобы вы не попадали, то есть, вы, то, что я сказал, можно ведь до продажи формировать сообщество. То есть, формировать те люди, которым интересны. И не продавать, а, скажем, рекламировать, да, там, бесплатно, там, советовать. А когда у вас есть уже люди, конкретная аудитория, тогда уже можно регистрироваться и заниматься продажами. Ну, опять же, для того, чтобы заниматься продажами, у вас должны быть готовы, ну, скажем. Готовый интернет-магазин, там, еще, еще, еще. Потому что, действительно, этот скачок 600 гривен в месяц просто так отдавать непросто, то есть, должны быть какие-то обороты. Вот. Ну, на сегодня у меня все. Если есть вопросы, задавайте. А также буду рад видеть на следующих вебинарах, то есть, через месяц, второй понедельник, октября, у нас следующий вебинар по созданию сайтов по бизнесу в интернете. И через две недели, то есть, это четвертый понедельник, сентября, то есть, еще будет в этом месяце, это по программированию. Да, и видео будет доступно на сайте. Ну, может, коротко, что интересного вынесли. Особенно, может быть, что интересного. Хорошо. Ну, и также есть у нас сайт с предыдущими вебинарами. Там есть, ну, не просто с вебинарами, вебинарами только что написали, а есть сайт с презентациями. Возможно, потому что не всегда, не всегда видно там в вебинаре. Сейчас. будет вот информация. А как начать создавать интернет-магазин, вы зайдите в портал вебинаров, и там у нас есть и создание на OpenCart, на WooCommerce, то есть на двух движках, создание интернет-магазина. Как создавать? Спроектируйте сначала, напишите, пропишите, что вы хотите, ну, структуру товаров, как вы будете наполнять, подготовьте изображение, только потом создавайте его технически. То есть, ну, на сайте действительно есть. Вот, также немножко рекламы. Ешка предлагает курс веб-дизайн, да, это, ну, более технический такой, а-ля конкретно для создания сайтов. Ну, и введение в программе, программирование для начинающих, это для тех, кто хочет программировать. Ну, собственно, это наш IT-курс. А так даже большое количество курсов и по бизнесу, и по психологии, по языкам, в первую очередь, советую, рекомендую. Так, хорошо, был рад вас видеть. Всего вам доброго, успехов в бизнесе, до свидания. Пока.